Всем привет! Это новости телепроекта Дом-2 на 6 дней раньше эфира. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новое видео. Напомню, что в понедельник Дима Дмитренко попал под суд Дома-2. Саша Вейс обвинил Дмитрия в антимужском поведении и попытках расстроить его зарождающиеся отношения с Ольгой Рапунцель. В защиту Димы выступил Валера Блеменгранц, но в ходе слушания дела парень не смог исполнить свои обязанности, поэтому на замену вышел Андрей Ичуев. Однако даже этому мастеру не удалось отстоять подзащитного. Находясь в изоляторе, Дмитренко вещает, что он теперь свободный молодой человек и готов строить отношения с другими девушками проекта, например, с Александрой Харитоновой. На данный момент Рапунцель снова начала принимать ухаживание от Александра. На проекте теперь проживает мама Майи Донцовой, Ирина. Женщина поселилась в доме Чуева. Ее цель – помочь дочери найти достойного мужчину. А вот новенький Иван Шувагин не захотел мутить тему с мамой Майи и добровольно покинул проект. Катя Каффман все-таки покинула остров любви и отправилась на поляну строить отношения. Законный муж и родная дочка просто в шоке от похождений достойной мамаши. Ирина Пинчук начала встречаться с Сашей Задойновым, но слезы лила по Ивану Барзикову. В итоге девушка определилась и снова вернулась к Ване. Участники проекта считают, что Пинчук сталкивает ребят лбами и назревает еще одна драка. Марина Мексика интересуется, «Ребят, если у меня все-таки получится завоевать сердце Саши, вы бы хотели увидеть нашу пару с ним на Доме-2 после реалити-шоу «Остров любви»?» Оля Ветер подозревает, что она снова беременна. Вчера Ольга рассказала мужу о своем самочувствии. Последнее время ее тошнит и рвет. Все было именно так, когда она узнала о первой беременности. Девушка боится, что ее подозрения оправдаются. Ведь брак с Жемчуговых сейчас висит на волоске. И второго ребенка в планах не было. Как на новость отреагировал Глеб, скоро узнаем. Татьяна Владимировна Африкантова жалуется, что ее дочь Марина заблокировала все телефоны. И женщина на нее вышла только с помощью Андрея Чуева. «Не знаю, кто ее против меня настроил, но поживем-посмотрим. Может и на свадьбу не позовет». Федя Стрелков возмущен поведением Кристины. Лесковец его ревнует ко всем. А недавно, когда парень был за периметром, она прислала ему 150 смс-сообщений. Терпение иссякло. И если безумная ревность не прекратится, у Федя окончательно пропадет желание жениться на Крис. Телезрителям «Дома-2» надоело в эфирах наблюдать беспредел ведущих Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Поклонники телестройки давно обратили внимание на то, что лишь немногие пары выдерживают испытания проектными буднями. Замкнутое пространство и всевозможные провокации со стороны коллег по шоу усугубляются и отношением к участникам со стороны Бузовой и Бородиной. Так, например, настоящим издевательством телезрители посчитали подселение в пару Богдана Бобрика и Анастасии Влонец двух новеньких участниц, а также принудительное заселение втроем Марины Мексики, Александра Задойнова и Елизаветы Кордобовской. Впервые за долгое время посочувствовали поклонники и Ольге Рапунцель, которая не просто подверглась издевательству со стороны коллег по шоу в изоляторе, но и не получила поддержки от ведущих. Неудивительно, что в конечном итоге терпеть происходящее в периметре и на острове любви поклонники не смогли. В сети уже появился гневный пост, где пользователи пристыдили потерявших человеческое лицо Бузову и Бородину, а также попросили ведущих, слепо следующих проектному сценарию, не терять человеческого лица и хотя бы иногда включать голову. Вчера я вам рассказала, что Иван Барзиков сильно ударил Сашу Задойнова. Послушайте, как психолог Михаил Козлов увидел эту ситуацию. На острове любви произошло чрезвычайное происшествие, которое, к счастью, не завершилось реальной трагедией. Один мачо неожиданно нанес хорошо поставленный удар другому мачо, тот упал без сознания в воду. После чего весь технический персонал острова рванулся спасать жизнь человека. А выводы вот такие. Данное происшествие стало возможным благодаря тому, что со стартом нового проекта эти мачо изначально создавали насилие. Грубо обращались с женщинами, угрожали, толкали, бросали в бассейн. Вот теперь безответственный отец двоих детей чуть не пал смертью храбрых на чужбине. Никто не думает о последствиях, но сначала бы его тело просто положили в тенек. Позвонили бы в полицию, те часа через четыре приплыли бы на катере. Барзикова бы арестовали, увезли бы тело Задойного в морг. Началось бы расследование, съемки бы прекратили на острове. Дело бы возбудила и российская прокуратура. Многочисленные противники проекта «Дом-2» в Госдуме инициировали бы закрытие проекта и привлечение к ответственности продюсеров. Кстати, главный продюсер выложил сегодня в сеть это видео, где Барзиков наносит страшный удар Задойнову. Это видео вы можете посмотреть в моей фан-группе ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании. На сегодня это все новости «Дома-2». Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Смотрите продолжение в следующей видео.